Сказать, что Ваганыча чествовали с большим пиететом, ярко, с размахом и выдумкой, этого мало. За 13 лет он незаметно, ненавязчиво влюбил в поэтическое творчество всю свою неформальную семью в 25 человек. Он сумел в каждом, независимо от возраста и профессии, уловить то, что не мог увидеть никто другой. Мудростью, вдохновением и откровением дышат его строчки. В дискуссиях ни грубости, ни злости, только уважение к личности человека. Сегодня маленький юбилей у нашего большого человека. Уже образ. Нашего большого человека. Очень скромного, очень душевного. И человек, который, как я вам уже говорил неоднократно, может управлять словом. Это и талант, это дар. Этому многие учатся, но у многих это не получается. И вот под крылом Владимира Вагановича все мы сегодня здесь собрались, как и многие годы тому назад. 13 лет скоро. 13 лет. И вот потихоньку, потихоньку это движение литературного объединения набирало свои обороты. Теперь, и как мы уже говорили, это не только Одинцовский район, не только Московская область, но и по многим территориям нашей Российской Федерации, причем еще и за границей. От Совета депутатов, администрации и поселения благодарственное письмо, подарки, пожелание много лета и, конечно, продолжать творчество. Эстафету поздравлений принимает Владимир Маренников. В Союзе писателей Подмосковья он возглавляет Одинцовский район. Для юбиляра целый пакет наград. От Союза офицеров медаль. От главы города Одинцова благодарственное письмо. Дирижер сегодняшнего торжества, староста Литов Владимир Зубцов, вручает маэстро диплом и орден почета с цифрой 85. И строго напоминает всем, кто собрался поздравлять юбиляра, а их 29 человек, не нарушать регламент. На выступление три минуты и не больше. Даже для дочери-бенефицианта нет бонусов. Татьяна предложила конструктивное решение. Купленная открытка с названием «Самому лучшему папе» будет обложкой поэтического букета всех музовцев. От Сона напомнила знаковое событие. Поэзии был бесконечно предан. Сумел нам всем привить эту любовь. А на волне компьютерного века есть милый островок. Его мы чтим. Вы догадались, что и этот островок, что, как вы думаете, библиотека, вдруг названная именем твоим. И на пороге важного этапа, когда мы отмечаем юбилей, скажу тебе, вы догадаетесь, ты самый лучший папа. Путь жизни будет больше светлых дней. Удивительная, незабываемая атмосфера поэтических вечеров Наджарова. Легкая, доброжелательная, непременно с шутками, подколками. Вот сейчас Владимир Супцов и Василий Тупатилов аккомпанируют Игорь Чернавкин с упоением, исполняют популярную песенку Геннадия Гладкова Мариана, зал с восторгом принимает дуэт. Наджаров называет номер пиаром для руководства. Испанскую тему в танце продолжает Инна Тюгавина. Получается, фиеста. Такого нестандартного букета подарков никогда не было. И хоть музыкальная пауза не по теме, зал рукоплещет. По теме, к сожалению, грустные строки Марины Шевченко, получившей гран-при в 2018 году на фестивале «Одинцовские самоцветы». Стихи о судьбе поэта в современном мире, переставшим быть трибуном. Сегодня кто в гениях, кто-то разжалован, тут дело другое, сказали пророки. Стихи про Россию поэта Наджарова вошли в хрестоматию, вечные строки. Три маленьких четверосища я написал. То ли это правда, то ли бредни обо мне, о том, что стар я стал. Но ведь я несовершеннолетний. Мне всего 15 лет до стар. Наши музи, где Сергей Николаевич, по максимуму мы живем. Мы сочиняем и поем. А что такое, спросит, максимум? Мы отвечаем. Это значит максимум Михаилу Олеговичу Зимовцу. Огромное спасибо Зимовцу за то, что так я подошел к концу. Довольный мне, дарованный судьбой. Доской почти не раньше, чем плитом. Валерий Варава, поздравляя друга, предлагает помощь. Пригласить школьников оцифровать тысячу стихотворений. Расходы он берет на себя. Если найдется школьник, желающий внести свой бесценный вклад в сохранение творчества Владимира Вагановича, я предлагаю этому школьнику оцифровать каждое стихотворение всего-навсего за 10 рублей. Если умножить на тысячу, это, в общем-то, неплохой будет заработок за лето для школьника. Но пока Наджаров отказывается от оцифровки. Что это? Скромность? Скромность – это сокрытие собственных достоинств. Быть скромным выгодно не тому, кто скромный, а его конкурентам. Галина Поликарпова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует... Продолжение следует...